У меня жена почти рожала, мы поехали в роддом. У меня цена поездки просто была, ну, буквально, может быть, 36 рублей. Конечно, по моей вине, я оставил машину там не в положенном месте, ее эвакуировали, спустя там энное количество часов мне только об этом сообщили. Самая главная проблема – это забрать эту машину, потому что нужна доверенность определенная, и все вот это все капает, то есть время, сколько она проходит на... Жена рожает машину, увозит, в общем, ситуация сложная. Мы на УЗИ были, но суть в том, что вот эта вот вся вот... Ну, серьезная ситуация в плане того, я только на следующий день забрал машину, 2500 эвакуация, 2500 штраф, ну, и там сколько-то еще денежек накапало. Вот такая вот у меня история была. Еще одна мини-история – это про забытие маски. Маска осталась в двери, штраф был 3000 рублей. Просто за маску? Просто за маску, за мусор в машине, она называется, называется этот штраф. И третья история была с трещиной на стекле, то есть когда вы садитесь в машину, ее нужно отфотографировать, то есть, ну, показать, что никаких дефектов на ней нет. Я, к сожалению, это не сделал, куда-то торопился, было темно, оправданий у меня было много. Все, я еду на этой машине спокойно, и потом уже впоследствии я вижу трещину на стекле. Я ее фотографирую и отправляю уже после поездки, получается. Они мне хотят сказать, точнее, сказали о том, что я якобы виноват в этой ситуации, это я трещину во время поездки сделал и так далее. Я начал с ними спорить, начал угрожать, что я буду судиться с вами и так далее. В итоге они спустя там две недели нашли какую-то фотографию, там, через три пользователя назад, что это именно сделал он, и вот только так они мне сказали... То есть из трех ситуаций в одной удалось отбиться от штрафа?